В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. И вначале главные темы выпуска. На форуме Управдом подвели итоги работы коммунальных служб за 2019 год. Форумы Управдом и вот такие площадки для обсуждения очень востребованы. В муниципалитете начал работать Центр управления регионом. Мы сможем облегчить диалог между теми же самыми управляющими компаниями, руководством. Хор у русской песни «Россияночка-70». Коммунальные службы Ленинского округа полностью готовы к долгожданному снегу. Об этом заявил руководитель МБУ Дорссервис на итоговом форуме Управдом. Встреча прошла в уже традиционном для форума формате «Вопрос-ответ». Какие еще темы затронули в ходе беседы, узнаем у Юлии Пагасьян. За пять лет существования в муниципалитете отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов число членов организации возросло до 70 человек. Все вместе они решают насущные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Плодотворное взаимодействие с местной властью и представителями коммунальных служб очевидно. Ассоциация – это такая команда, команда сплоченных людей, которые заняты тем делом, которым нравится по душе, несмотря на то, что семья, работа, какой-то хобби. Ассоциация – это, скажем так, уже даже смысл жизни. Форум «Управдом» – одна из составляющих работы Ассоциации. Причем очень важная, ведь на форумах всегда присутствуют представители власти, сотрудники организации жилищно-коммунального хозяйства, жители. И в формате вопрос-ответ открыто обсуждаются темы благоустройства. Основные вопросы – это, естественно, те, что волнуют жителей. Мы предварительно собрались и обговорили эти вопросы, и потом согласовали с управлением ЖКХ. Прежде всего, это работа рекоператора – раздельный сбор твердокоммунальных отходов. Второй вопрос касается фонда капитального ремонта. Потому что, знаете, сейчас у нас центральная часть благоустраивается, в том числе фасадные работы ведутся. Есть у нас некоторые вопросы в этом процессе, есть замечания, поэтому мы хотим поподробнее обсудить. Еще один вопрос повестки – подготовка к зиме. Уборка территории от снега и наледи. По словам директора Дорсервиса Дмитрия Полежаева, готовиться к холодам сотрудники организации начали еще летом. Поэтому техника и рабочие давно готовы к самым суровым снегопадам. Обслужили, подготовили к зиме и закупили новые техники. Закупили довольно большое количество малой механизации, обновили парк. Заготовили противогололедных материалов на всю зиму. У нас около 12 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 900 тонн реагентов. Еще одна сложившаяся традиция форума «Управдом» – присутствие главы Ленинского района. К Валерию Венцелю, как и к остальным спикерам, гости свободно могут обратиться со своими вопросами. Форумы «Управдом» и вот такие площадки для обсуждения очень востребованы. И востребованы не только руководителям управляющих компаний, которых у нас на территории 38, но еще и, собственно говоря, востребованы жителям. Как практика показывает, на этих площадках, на этих форумах у нас присутствуют все те, кто в первую очередь заинтересован, чтобы все 961 дом, чтобы они обслуживались и содержались в надлежащем плане. По итогам работы в 2019 году глава муниципалитета наградил самых активных членов ассоциации почетными медалями к 90-летию Ленинского района и Московской области. В декабре свою работу в муниципалитете начал Центр управления регионом. Новое учреждение собирает информацию о жалобах граждан из разных источников, чтобы решать возникающие проблемы по горячим следам. О первых рабочих буднях сотрудников Центра расскажет Арсений Рогозянский. Рабочий день в Центре управления регионом начинается с этого информационного табло. Аналитики учреждения изучают поступившие жалобы, а после приступают к решению проблем. Главной задачей Центра управления является сокращение жалоб жителей по самым острым вопросам. Аналитики учреждения находятся на прямой связи с исполнителями, а потому многие проблемы, которые раньше решались больше недели, теперь устраняются в течение трех, а то и одного рабочего дня. Мы сможем облегчить вот этот диалог между теми же самыми управляющими компаниями, теми же самым руководством. То есть мы быстрее будем доводить все проблемы до непосредственных исполнителей. Изучив жалобу, аналитик связывается с представителем организации, которая должна решить тот или иной вопрос в кратчайшие сроки. В муниципальном центре управления регионом работают 18 сотрудников, которые распределены по четырем специализированным блокам. Дороги, энергетика и ЖКХ, медицина и образование. Самый крупный блок – энергетика и ЖКХ. Там трудятся сразу 8 аналитиков, которые получат информацию как в социальных сетях, так и у надзорных органов. С оригинальным оператором также мы поддерживаем связь. Мособл ЕРЦ, фонд капитального ремонта, а также надзорные органы, в том числе ГОЖИ, госомтехнадзор, со всеми органами, которые могут предоставить какую-либо информацию. Концепция учреждения емко изложена в трех фразах. Не допускаем, быстро решаем, все знаем. Первые итоги работы муниципального центра управления регионом подведут к Новому году. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Тема реконструкции железнодорожного моста в Расторгуеве волнует многих жителей Видного и Ленинского городского округа. Поговорим об этом с нашим гостем, активным жителем города, руководителем детского спортивного клуба «Орленок» Гаджимурадом Гаджимурадовым. Гаджимурад Магомедович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема очень острая. Как сейчас обстоят дела в этом вопросе? Ну, на сегодняшний день введен в эксплуатацию новый мост. Мост временный. Он намного шире, чем прежний мост. Даже до того момента, когда на нем установили устройство, по которому мостом могут пользоваться люди с ограниченными возможностями, женщины с колясками. В то время, когда организовали вот эти полозья, установили, там проходная способность ограничилась в два раза, потому что раньше можно было подниматься, спускаться, расходиться двум пешеходам. А сейчас, после того, как на пути одного из пешеходов установили полозья, для того, чтобы при встрече разойтись, приходилось второму участнику движения приходилось вставать на эти полозья, что было связано с опасностью потерять равновесие и, не дай бог, травмы. По срокам, насколько он временный? На днях, видно, приезжал по приглашению главы администрации Валерия Николаевича Венцеля, министр транспорта Московской области Алексей Гержик, который дал разъяснение по мосту, он нам сообщил, что с 2020 года мост принимается на баланс, принимает на себе на баланс правительство Московской области, которое позволит, и что позволит, содержать мост, производить реконструкцию, приводить его к современный вид. А на ваш взгляд, временный мост, насколько он удобный? Ну, чисто по проходной способности я по нему прошелся, но он в два раза больше, чем при его предшественниках, даже без учета вот этих приспособлений для возможности пешехода с ограниченными возможностями. Пропускная способность более большая. Ну, там вот не установили пока эти полозья для инвалидов, для женщин с колясками, ну, пока они сделают, я так думаю, что оставят, именно для этой цели, оставят старые, может, чтобы можно было спускаться колясками и более-менее пользоваться уже женщинами с колясками и инвалидами. Реконструкцию моста нужно учитывать, и я, на мой взгляд, нужно учитывать с проблемами и решать все это в комплексе, потому что мы все знаем, что большинство жителей, которые пользуются где-то процентов, наверное, 20, приезжают на своих автомобилях, заставляют ближайшие дома, заставляют всю дорогу вот эту, которая идет вдоль Донбасской, вдоль железной дороги, и с этой стороны, и с той стороны, Росторгуйскую часть. Этим очень страдает житель Булатниковской улицы. Я пользуюсь Случин тоже. У меня и друзья там живут, и воспитанники в этих домах. И зачастую туда так сильно заставляется, что туда ни скорая помощь, ни пожарная не сможет проехать. Какое решение этой проблемы вы видите? Перехватывающая стоянка должна быть, перехватывающая парковка, обязательно в шаговой доступности или в ближайшем. Конечно, сейчас нам большую трудность это вызовет, но при желании, конечно, можно что-то посмотреть, подыскать, какие-то, по крайней мере, шаги для этого сделать. Но это очень острая проблема, которая жителей волнует не первый год. Ну что ж, надеемся, уже совсем скоро мы увидим реконструкцию моста в Росторгове, а я напомню, что в нашей студии был активный житель города, руководитель детского спортивного клуба «Орленок» Гаджимурад Гаджимурадов. На сцене Московского дома русского зарубежья имени Александра Солженицына прошла премьера спектакля, поставленного видновчанкой Софьей Козловой. Она же выступила и в качестве автора пьесы. На мероприятии был и наш мобильный репортер. «Кандинский» – так называлась постановка, и посвящена она жизни и творчеству русского художника и теоретика изобразительного искусства, стоявшего у истоков абстракционизма. Василию Кандинскому. Люди пели «Барсельез», хотя официально было запрещено петь революционные песни. По улице шли марши и матросы с красными знаменами. Спектакль проходил в рамках акции «Ночь искусств» и был поставлен силами студентов театрального колледжа имени Филатова, где обучается Софья. В работе над пьесой она использовала дневниковые записи и воспоминания Василия Кандинского и его жены Нины. Тяжело переживала. Однажды он позвонил на работу, чтобы сказать, что не придет сад. Он снял картины с подрамников и переправил их в германию. В постановке нет декораций, вместо них интерактивный экран. Также в спектакле использовано минимум реквизита. Тем не менее, актерам и режиссеру удалось раскрыть интересную и противоречивую личность классика русского абстракционизма. В русской песне «Душа народа» в районном центре культуры и досуга прошел концерт, посвященный юбилею хора русской песни «Россияночка». На нем побывала Александра Столярова. Русскую народную песню в районе любят. На концерт, посвященный юбилею хора «Россияночка», пришло много гостей. Среди них как пожилые люди, так и молодежь. Коллектив порадовал зрителей композициями, среди которых как хорошо известные, так и малознакомые. Заряд тепла и хорошего настроения получили все. И гости в зале, и сами исполнители. Семидесятилетним юбилеем «Россияночку» пришли поздравить коллеги и друзья коллектива, а также администрация района. Много теплых слов было сказано со сцены, было выдано много наград, среди которых благодарность от Министерства культуры Московской области и юбилейные медали к 90-летию Ленинского района. Глава городского поселения «Видное» Моисей Исаакович Шимаилов отметил, что коллектив имеет богатую историю. Ведь 70 лет – это целая жизнь. Я хочу сказать, что наш родной, любимый хор прожил эти годы замечательно, достойно, с хорошими результатами и хорошими успехами. Многие коллективы Дома культуры выходили на сцену поздравить коллег со своими номерами. Среди них хореографическая студия «Мозаика», детский состав театрального коллектива «Твит» и «Звездный вальс». Что сказать? В принципе, все сегодня теплые слова сказали. Я их очень люблю, просто очень. Я жить без них не могу. За годы существования состав «Россияночки» менялся. Одним из гостей стал бывший участник хора Владимир Кабанов, который отметил, что коллектив подарил ему путевку в вокальную жизнь. Изменилось наше время. Мы стали уже другими со всеми людьми. Но не ослабевает вот эта вот тяга и любовь к народной песне. Она всегда присутствует здесь. Гости остались довольны концертом, подпевали знакомым композициям. Юбилей коллектива запомнится многим. Никто не ушел без улыбки, проникнувшись атмосферой праздника. А это значит, что сквозь долгие годы «Россияночка» успешно поддерживает в людях любовь к русской песне. Александра Столярова, Александр Логинов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин